трафарет должен фиксироваться приблизительно вот таким образом но он будет здесь всегда сдвигаться потому как нет здесь капелек припоя то есть поверхность полностью ровная если бы трафарет был 0 4 миллиметра тогда он без проблем сюда помещался бы да то есть эти контактные площадочки они все-таки там на несколько микрон выступают над поверхностью самого текстолита и они как раз совместились бы но так как здесь площадке 0 4 миллиметра здесь отверстия 0 35 миллиметров они не могут совместиться адекватно поэтому мне необходимо будет для этого для того чтобы можно было это дело совместить напаять сюда вручную несколько шариков хотя бы там два шарик один здесь один здесь и только тогда адекватно можно одеть трафарет туда до зафиксировать его и все он уже не будет ползать ни вправо ни влево ни вверх ни вниз и так в общем можем и несколько шариков один шарик в этом углу один шарик в этом углу а сейчас беру фильм на самых-самых низких оборотов разогреваю уголочек дэвэтер шарик припаялся температура 400 градусов на фене сам шарик уже расплавился вижу но не припаялся еще соседние контактные площадки плавятся шарик расплавлен контактные площадки плавятся и все шарик тоже припаялся так шарики припаялись сейчас я слегка протираю это все дело от флюса все использовал несколько капель флюса плюс для таких чистовых работ я стараюсь использовать вот этот то есть в принципе довольно таки неплохой стоит примерно 1000 рублей за вот такой 10 граммовый шприц принципе нормальный все шарики на месте вы их можете видеть вот под определенным углом они отсвечивают оба шарика на месте сейчас поставим трафарет сверху так трафарет совмещен и выглядит это примерно вот таким образом не могу вам показать камера не хочет фокусироваться чем вот он чип вот трафарет вот так это дело все совмещается сейчас это все дело заново разберу сюда нанесу немножко флюса и трафарет обратно также самого мощу и так нанес я в общем флюса туда чуть-чуть совсем и совместил это все дело обратно вот так это выглядит на подставке кстати да по поводу подставки ребят смастерим ее буквально с ничего в минуты за две за три то есть просто взял кусок железа загнул вот такую буквой даже не знаю что это за буква что это за вид такой в общем прорезал по центру там отверстие равером и всуну туда пружина пружину выдрал не помню по моему из ручки в общем загнул вот эти две части немножко на градусов 40 приблизительно 30 на 40 градусов сточил их лишнее то есть как это работает вот эти две части удерживают трафарет то есть не дают ему никуда деться а пружина давит на кристалл да она может конечно повредить но маловероятно она очень мягкая то есть пружина не дает возможность чипу как-либо сдвинуться да то есть я могу сверху даже придавить слегка но ничего не будет а вот эти вот держатели по бокам не дают возможность трафарету съехать либо вправо либо влево либо куда-либо деться в общем такая безделушка сделал ее буквально за минуту если вдруг кому интересно пишите в коментах могу заснять как ее сделать фиксирую я ее здесь вот таким обыкновенным способом вот в общем плоскоупцы простые и резинка на них то есть такой колхоз мне в данный момент ничего более не остается кроме как вот таким образом колхозить потому как моя мастерская находится в данный момент реально далековато и ехать туда за из-за ремонта одной детальки это просто бессмысленно проще будет купить новую материнскую плату так что пользуюсь тем что есть под руками так сказать так решил показать вам каким образом я туда размещаю шарики то есть вы можете видеть сейчас в данный момент вот некоторое количество уже заполнено как я это делаю сейчас я вам покажу вот колбочка с шариками я просто вот так делаю переворачиваю все некоторое количество шариков остается здесь будет больше будет меньше и просто вот так и простираю сюда все и они заполняют пустые пространства уходит на это все дело времени минут может десять лишние шарики сваливаются сюда вниз я просто напросто беру таким образом собираю в кучке все также дотрагиваюсь до них они прилипают и обратно сюда же втираю если трафарет неровный друг то есть у меня есть такой трафарет сейчас я вам покажу вот к примеру еще один точно такой же трафарет только он неровный в чем у него проблема проблема в том что каждую ямку могут попадать несколько шариков несколько в итоге после прогрева некоторые шарики будут большого диаметра то есть как два шарика размером некоторые будут обыкновенного размера до установка такой микросхемы проваленной на плату невозможно поэтому самый оптимальный вариант такой здесь тоже самое бывает что они попадают но это ощущается то есть пальцем проводишь и ощущается как там несколько шариков да и достаточно просто вот таким образом сделать и шарик из неродной ячейки выскакивает и попадает в любую соседнюю пустую ячейку почему шарики прилипают они в принципе очень хорошо электризуется из-за того что они очень-очень мелкие то есть никак пыль размером все уже показывал кого они размера они очень электризуются причем на самой баночке вот они любому пластику на руке тоже электризуются очень сильно ну в общем как то так ребят сейчас я буду сидела заканчивать потом прогревать и так в общем уложили все эти шарики вот так это все дело выглядит не знаю камера наверно не сможет все это дело как всегда сфокусировать адекватно ну вот в общем вы видите те шарики которые не получилось предыдущим способом ложить укладывались вручную то есть я брал вот таким вот образом подбирал по одному шарику и переносил туда в каждую ячейку недостающую закладывал то есть таких было около десятка два на все и про все потратил где-то минут может 15 5 минут первым способом 10 минут вторым способом за 15 минут все шарики уложены сейчас это дело прогрею феном они все расплавятся и прилипнут к самому чипу в общем снял я трафарет вот у нас трафарет собственно со следами флюса слегка не сам чип немножко прогрел после снятия уже феном чтобы шарики выровнялись и так в общем подготовил я оплату к монтажу прошелся здесь все также плеткой вот то что я снял с вот этих контактных площадок перезис место идеально ровно для посадки чипа не стал оставлять эти самые бугорочки которые там были то есть это тоже все под 0 снял потому как чип у меня отраболен напомню 0 третьими шарами то есть здесь шарики очень 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 мелкие если бы я оставил здесь бугорочки они бы создавали неровности и соответственно чип мог неровно усадиться а так как теперь у нас здесь идеально ровная поверхность соответственно на нее даже такие мелкие шарики принципе неплохо усядутся теперь наношу сюда плюс небольшом количестве его нужно распределить тонким слоем чем мне нравится этот плюс я ни разу не говорил об этом тем что он неважно при какой температуре он не кипит пусть это 100 градусов 200 300 градусов он не кипит при этой температуре никак вот это он мне нравится вот этим и не оставляет практически никаких следов после себя вот в этом тоже плюс как по мне с этим плюсом не нужно слишком сильно заморачиваться то есть где много и где мало лучше немножко меньше чем надо чем немножко больше в принципе это как бы для любого плюса касается но с этим слишком сильно заморачиваться не стоит потому как повторюсь его не кипит если обычно при усадке чипа вы в переборщите к примеру с плюсом он в итоге нагревается и начинает закипать и может приподнять одну из сторон чипа все в принципе довольно таки ровный слой как на глаз в принципе очень-очень-очень тонненький слой всего даже наверное не видно на камеру в общем плюс такой классный рекомендую ссылку дать вам скорее всего не смогу вот но в интернете найти его сможете если работаете с багажкой принципе рекомендую неплохой вариант не лучший но неплохой и самое главное не пользуйтесь просроченным плюсом то есть этот у меня в принципе до 10 декабря до декабря семнадцатого года сделан он сделали его где-то полгода назад и ему еще полгода остается после этого я его не буду использовать для ответственных работ снимать багажки буду естественно им но допустим тот же рыболинг и усадка то есть уже не никак возможно для прогрева и буду использовать для диагностики прогреве все теперь переношу эту плату на паяльную станцию устанавливаю чип и покажу вам перенес я плату сюда сейчас у нас работает нижний нагрев сто шесть градусов уже то есть одна часть выключена вторая часть включена шарики очень мелкие поэтому увидеть как он усадится я не смогу вообще поэтому буду просто напросто соблюдать терморежим дарю я чип до температуры плавления шариков и добью еще градусов 5-6 и только тогда это будет означать что чуть точно уселся температуру замеряю вот такой фиговины она подключена вот сюда вам показать температура данный момент 190 градусов в общем видите чип можно сказать уселся выключаю все это дело лампы как видите выключились и температура у нас падает то есть видите 190 градусов температура плавления данных шариков примерно 180 градусов 180 190 я дожал до 190 и соответственно они расплавились сейчас я подожду пока все это дело остынет и протестирую в общем собрал я его пытался запустить ведет он себя точно также никакой разницы вообще только еще сильнее стал может греться то есть он греется еще сильнее и мало того он даже выключаться стал то есть действительно этот мост дохлый и его нужно менять в общем снова я принес эту плату сюда вот он наш чип залил я слегка флюсом температура начинает расти подниматься уже 71 градус работает данный момент только одна лампа вторую еще не включал в общем как то так сейчас снимаю это чип и буду снимать чипс вот этой платы сейчас все есть точно такой же вот задели его сюда для тестирования собственно этой платы но это ничего не дало данная плата так и не завелась это с похожего ноутбука тоже с днс а сама плата даже похоже очень можете видеть немножко по-другому разъема расположена разве что и процессор с видеокартой немножко по-другому расположен там чипсет hm 77 по моему здесь hm 76 с этим не должно возникнуть никаких проблем особо температура дошла до нужного значения теперь можно снимать чип используя как всегда вот этот приколюшку не самый лучший вариант но то что есть под рукой при должном навыке в принципе можно снимать вот таким образом чипы все будет прекрасно сейчас я выключаю станцию температура вот такая у нас вот он чип и ни один шарик даже не пострадал да кстати все идеально целые можно прямо обратно сажать его только толку от этого 0 потому как это чип дохлый сейчас подожду пока плата немножко остынет радуется до 40 хотя бы и уберу ее со стенда со своего подкину следующую плату а